Виктор Иванович, расскажите, как вы стали кузнецом? Ну, вообще-то такой вопрос задают часто. Ну, произошло-то случайно, в 90-е годы, когда надо было искать, чем зарабатывать на хлеб, обратил внимание на ростки художественной накопки, которые появились в Донецке. И начал исследовать это дело, просто почувствовал, что это интересно, а это по мне. Ну, а так как родителями и богом были заложены какие-то таланты, то есть я уже умел тогда чеканить, резать по дереву, сушить все джинсы, и вязать макраме и прочие-прочие вещи, то это легло как бы на талантную почву, у меня стало получаться. Но так как ни у кого было учиться, учились по книгам, по каким-то эскизам собирали, там, питерские и так далее, ничего не было. Вот более 20 лет назад ничего не было. Если сейчас у меня десятки книг со всего мира по художественной накопке, и фотографии, и технологии, и так далее, тогда бы не было ничего. Вот по крупицам начали собирать, потом другие кузницы вокруг меня собрались и пошло. Ну, сейчас у вас, наверное, уже свои ученики есть, да? Ну, практически весь Донецк вышел из кузницы Гефеста. Потому что приходили люди, работали, учились, потом уходили, открывали свое дело и благополучно становились конкурентами. Вы помните свою первую работу? Помню. Роза, которую обсмеяла моя супруга. Как обычно, кузнец, особенно таратана, и сейчас считается первым таким мастер-классом, нам нужно сделать цветок, ну, розу. Вот, сделал розу, принес домой, мне она нравилась, она от души смеялась. Почему? Она не критика вообще, и пессимист, поэтому это нормально. Расскажите, пожалуйста, о гильдии кузнецов Донбасс. Ну, гильдии кузнецов Донбасса, в нее входит чуть больше 20 человек. Это донбассовские ребята. На самом деле, в Донбассе кузнецов больше, но гильдии объединяют тех людей, которые готовы что-то дать людям безвозмездно. То есть, поучаствовать в фестивале, показать какие-то мастер-классы, сделать какую-то работу показательную и так далее, куда-то приехать за свой счет. То есть, вот такие активные люди, с другой немножко жизненной позицией, чем он заработал себе на кусок хлеба и с маслом, и все, мне больше ничего. Это более активные люди. Вот, Ленка из Краматурска будет приезжать, ребята из Константиновки. Он опять будет, Ленек будет опять подковывать лошадь. Каждый будет подковывать лошадь. Он мастер и он публичный человек. То есть, он приезжает и не стесняется это показать ему. Ну, вот это и работа гильдии. Но я, как ее председатель, провожу гораздо, конечно, больше работы по организации фестивалей и парка кулонных фигур, и за границей представляю нашу гильдию. Недавно были в Чехии. Вот в конце августа, как раз на день города Донецка, там была очередная конференция кольца европейских городов Кузнецов. Донецк первый на постсоветском пространстве стал членом этой организации, которая объединяет города, не кузнецы, а именно города, в которых были и развиваются кузнечные традиции. То есть, это в основном бургомистры собираются с кузнецами. Кузнецы там как бы на вторых ролях. Но без кузнецов как бы никуда. Там обсуждаются обычно разные вопросы развития, сохранения традиций, там совместные выставки, какие-то фестивали. Мы приняли флаг в этом году кольца, потому что в следующем году конференция будет проходить в Донецке. Это в сентябре, 20-го числа. Поэтому приходится и за рубежом представлять. Нас там очень уважают. Вы говорите о традициях. Я так понимаю, что в Донецке вот эти традиции закладывали вы сами. Какие традиции есть у нас сейчас? Ну и тут речь идет просто о технологии обработки стали. Рассказывать об этом скучновато. Но сам принцип в том, что достаточно интересно в том плане, что мы возрождали кузнечное мастерство с нуля, не понимая, тогда еще не понимая, что есть просто классические приемы, которые, допустим, не секрет, но у нас они были неизвестны. Потом, когда мы перезнакомились с кузнецами запада Украины, они поближе к западу, и школа там была, не умирала. Тут произошло слияние стилей и приемов. Если, допустим, западные кузнецы, они делают все более по классическим приемам, заклепки, соединения хомутами, классика, ковка, как она была, то у нас это развивалось с применением современных технологий. Плазменная резка, сварка. Мы учились в художественной сварке, чего не было там. Потом это все перемешалось, и сейчас, в общем-то, мы владеем и теми приемами, и этим. Все это уже сейчас так. Но традиции остались. Традиции в чем еще? У нас на востоке Украины нет ни одного учебного заведения, которое бы учило кузнеца-художника. На западе Украины их около пяти. Там их очень много кузнецов, причем не просто мастер. Если у нас приходят ребята учениками, они становятся, в первую очередь, мастерами-кузнецами. Он, может быть, никогда не станет художником, поэтому он работает с дизайнером. Но мастером он становится. А там учат, в первую очередь, художников, владеющими приемами обработки металла. А современный кузнец, естественно, применяет во всем мире не просто классические методы нагрева, и ковки стали, и других металлов. Совершенно разные современные технологии. Опять же, сварки разных видов, типов, разрезания, раскрой, и станки, и так далее, и так далее. Это дает ему возможность расширить круг своих работ. Технология всегда влияет на качество. Даже дизайнеры. Дизайнеры уже проектируют, художники совсем иногда немыслимые вещи, зная, что это можно сделать с помощью современной технологии. Вы не планируете открыть свою школу? Это мечта всей моей жизни последней. Если это удастся, то нормально. Я планирую в Донецке открыть Центр Кузнечного Мастерства, в котором будет в том числе и школа. Если город выделить землю, мы будем проектировать. Мы с Александром Ксеничем давно на эту тему говорим. Мы пытаемся помочь. Сейчас, конечно, не до этого. Сейчас евро. То есть об этом можно будет говорить, когда уже пройдет евро, и тогда уже по срокам можно будет ориентироваться. Конечно. По сути дела, письмо подписано на то, чтобы архитектура искала землю. Но это планируется здание трехэтажной в виде наковальни. То есть архитектурно интересно. Была мысль, что сделать его на вершине из каких-то старых телеконов, чтобы убить сразу. И экологический вопрос, облагородить это место. Дело в том, что паракованный фигур уже практически закончен. Ну, это еще несколько лет, но по крайней мере подписан его полностью генплан. Все, там ничего нового не будет. Вот последняя аллея, это аллея архитектурных копий. Аллея мистики откроется в этом году. Аллея землячеств, это долгий проект, который будет идти несколько лет, как будет землячество откликаться. И аллея шахтерской славы. Все. И в следующем году там поменяется вот этот центральный букет. Он идет на другую клумбу. Ну, а здесь станет фигура кузнеца, вот на этом центральном месте. И вокруг, как раз, проект кольца. Я одолжил, все будут поддерживать, мне привезутся будут цветы. Это будет европейский букет. Вокруг фигуры кузнеца будет европейский букет, как раз на центральной такой площадке. Кузнец будет стоять еще неизвестно приблизительно. Позже, что я подарил людям паркованные фигуры. Ну, раз уж мы уже заговорили о парке кованых фигур, то, если можно, немножечко подробнее об этих аллеях. Аллея мистики, аллея землячества, что там планируется установить? Ну, аллея землячества, это понятно, аллея землячества. Мы работаем с землячествами, которые предлагают там свои эскизы, какие-то работы, которые характерны для их наценки. Потом, естественно, они будут оплачивать эти работы, они будут исполнять и ставят на аллеи с какой-то там дарственной надписью. Такая была задумка. А землячества, Донецкий, понятно много, на национальный наш край и так далее. Аллея шахтерской славы, это понятно. Будем, опять же, работать с прибыльными угольными объединениями. Будем просить, чтобы они проспонсировали какие-то монументы, памятники шахтерскому отруду. Они могут быть разнообразны, их может быть несколько. Аллея архитектурных копий, она образовалась в прошлом году, когда подарили нам копию Эйфелевой башни. В этом году должны привезти копию собора Василия Блаженного. И вот буквально недели три назад я узнал, что ребята втайне, Константиновские наши делали только копию Биг Бена и должны привезти еще эту башню. Какая она, я не представляю еще. То есть это будет свое призывание для меня. Но они делают, везут. Ну а аллея мистики, это 13 работ. Совершенно невообразимые, может быть смешные, наивные. Но я думаю, будут и интересные среди них, и очень интересные, и более простые. Аллея, как кузнецы вообще-то видят, какие-то суеверия, мистику, потусторонний мир, сказочный потусторонний мир. Потому что я знаю, там будет Баба-Яга, затормозящая на подкове, там будет Ваняной из Днепропетровска везут. Наши кузнецы делают, естественно, доброго Шубина. Ну и там прочее. Там будет пирамида, столб суеверий с каркающей вороной. И будет самая большая фигура, это кузнец-пришелец. То есть инопланетянин чужой такой, который там одели фартук, в руки клещий молоток, и он уже как кузнец. На него это будет коррективная работа. Вокруг него, он так на его хвосте, просто вокруг себя он завернул. Будут вешаться булавки, как обереги. Будут ковать прямо на фестивале булавки и вешать на его хвост. Виктор Иванович, ну вот этот парк у нас уникальный. Мне кажется, такого нет нигде в Украине. И Вы говорите, что там уже сейчас заканчивается место. Будет ли развиваться каким-то образом дальше вот это направление? То есть может быть возле Донбасс-арены где-то выделят место, и еще один будет парк, продолжение этого? Ну, по поводу уникальности парка, он действительно уникальный. Уникальный он, конечно, не такой-то работой или этой работой. То есть никто не говорит, что работа здесь самая великая. Уникален тем, что собрано это все в одном месте. Сейчас там 144 работы, уже будет под 160 после фестиваля. Уникальность в этом, что это просто для людей стоит постоянно, дает возможность вообще понять, осмыслить, что из металла можно делать разные вещи, красивые, и мыслить на любую тему. Его нет не только в Украине, его нет в Европе, и практически нет во всем мире. Ну, в Европе это официально уже заявлено, особо поиска никто не идет. Ну, нет, у такого парка и в мире, потому что кузнецы ездят или нет. То есть в этом плане это уникально. Ну, вот как раз моя мечта по строительству центра кузнечного мастерства и даст возможность вокруг этого центра развивать какой-то там парк, может быть, уже не парк называть, но работы там. Ведь центр кузнечного мастерства это не просто там кузница. В нее будут приезжать постоянно кузнецы со всего мира. Потому что там будет свое общежитие, своя кухонка, своя кузница, и там японец какой-то приедет, погостит у нас в Донбассе, его повозят, посмотрят, он поработает в кузнице, даст мастер-классы желающим и мастерам, и просто там детям. И выпадет какую-то скульптурку, на память оставит ее в Донецке. У нас уже знают во всем мире, я уверен, что будут приезжать. Вот такой центр, который для этого и создан. Приезжайте, будут записываться в граффичи, в очереди приезжайте. Ну, дай Бог, это осуществить. Вот как раз на эту тему вопрос есть у нас, Лидия задает. Если бы Лукьянченко сказал, мол, выбирайте любое место в Донецке для новых работ, где бы вы захотели установить новые фигуры? Ну, музыкальный парк, я думаю, нет. Потому что вообще-то нельзя этим переборщить. Много металла. Уже и так мнение есть, что вот здесь, в парке Коммуфер, слишком много металла. Но решили закончить и идти дальше. Ну, вот, все-таки, нет такого места, где я бы хотел. Парк Щербакова, это свой парк. Музыкальный парк, кругом Донбассарины. Не думаю, что там массовые фигуры можно ставить из металла. Ну, где-то надо уходить на периферию, чтобы не столько центра украшать. Может быть, какой-то район здесь, возле парка, возле городка, возле развага, туда люди приезжают покататься, там, развлечься. И могли бы заходить как раз и в Кузнецу, показать ему, и смотреть на работу. Ну, так приблизительно. Спасибо.